Субтитры создавал DimaTorzok А праведные люди стремятся куда? В церковь, да? Даже когда в церкви служения нет. Это праведные люди, которые выросли на правильном основании. Поэтому если ты в церкви, то ты какой? Праведный. И мне приятно в собрании праведных людей сегодня находиться. И знаете, что самое главное? Праведные люди здесь собрались для определенной цели. Для встречи с Богом. Мы в храме сегодня для встречи с Богом. И Библия говорит, когда Бог приходит куда-то, вокруг все меняется. Помните, как Ян Креститель послал к Иисусу посланников? И спрашивает, ты ли тот, кто должен прийти, или ожидать нам другого? Иисус Христос не стал доказывать там на библейском основании, подчеркивать места какие-то в Талмуде. Он сказал, я Бог. И потому что я здесь, вокруг все меняется. И ты можешь судить, потому что мертвые воскресают. Слепые прозревают. Хромые ходят. Прокаженные очищаются. И все это происходит, потому что пришел Бог. Когда Бог здесь, тогда все начинает меняться. И если ты здесь, на этом месте, для того, чтобы пережить встречу с Богом, знай, что в твоей жизни сегодня что-то поменяется. Ну, потому что сам Бог здесь. Поэтому я приглашаю вас, давайте мы поднимемся на наши ноги. Давайте мы попросим Бога, чтобы Он позволил нам оставить все. Сосредоточиться на Нем и на Его Слове. И позволить Его Духу начать менять нас. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты здесь сейчас. Я благодарю Тебя за то, что я здесь, в этом храме. Я благодарю Тебя за то, что я в Твоем присутствии. И я верю, Господь, что Ты здесь. И Ты пригласил меня сюда не случайно. И я знаю, что Ты хочешь менять мою жизнь. Я знаю, что Ты хочешь преображать меня в образ Иисуса Христа. И я прошу Тебя, Сим, и я прошу Тебя во время этого служения, пусть Твой Дух войдет в мое сердце. И пусть начинает менять меня. И пусть отсекается все то, что не угодно Тебе. Пусть приходит исцеление. Пусть приходит восстановление. Пусть приходит откровение от Тебя, Отец. Я открываю свое сердце для Тебя. И я зову Тебя, Дух Святой, войди в мое сердце сегодня. Помоги пережить встречу с Тобой. Измени меня на этом служении сегодня. Я верю, что Ты здесь. И я знаю, что сегодня что-то особенное произойдет. И я благодарю Тебя, Отец. И посвящаю это служение Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте мы присядем. Я поздравляю вас с замечательным праздником. Праздник Рождества. У нас хорошая праздничная атмосфера в церкви. У нас прекрасный хор и прекрасное исполнение. Наверное, дома все уже украсили. Моей жена и дети не отстали от меня, пока они украсили. Они хотят праздничное настроение. И все вот эти праздничные мероприятия объединяет одно. Имя Иисуса Христа. И мы сегодня празднуем день рождения Иисуса Христа. Вы знаете, день рождения Иисуса Христа на самом деле уже состоялось. две тысячи лет назад. Сегодня мы празднуем всего лишь годовщину. И вначале уже было сказано, что праздник Иисуса, праздник Рождества Христова это об Иисусе. Вы знаете, Иисус пришел в этот мир для того, чтобы ты был изменен. И сегодня, когда ты празднуешь Рождество, ты должен праздновать свою победу через Иисуса Христа, свое примирение с Богом, свое освобождение от греха и свою новую жизнь. Это именно поэтому мы с вами празднуем Рождество. Чтобы это обновлялось в нашей памяти. Бог что-то сделал уже для нас. И Он напоминает нам об этом через праздник Рождества. И у меня проповедь, возможно, вы ее можете назвать рождественской, может быть, не очень рождественской. Но хочу я говорить сегодня о Марии. Я хочу говорить о Марии и о тех уроках, которые мы можем извлечь из того, что произошло с ней в событиях Рождества. Мы, конечно же, все понимаем, что Рождество не состоялось бы, если бы Рождеству не предшествовали определенные события. И знаете, что интересно? Я обратил внимание, в Евангелиях в Рождество не описывается следующим образом. Родился Иисус Христос в этот мир. Первая самая, самая первая из них. Прежде чем говорится о рождении Иисуса Христа, говорится о предшествующих событиях. Интересно, начинает историю о Рождестве Иисуса Христа евангелист Лука. Давайте мы с вами посмотрим Евангелие от Луки, первая глава, 26 стих. Смотрите, интересно, он не начинает свою историю с того, что в этот мир родился Иисус Христов и объясняет, зачем Он родился. Он не начинает сказать, что Иисус Христ был роден, и он не идет в объяснение, почему Он роден. Он рассказывает о истории появления на свет Иоанна Крестителя. Но саму историю Рождества он начинает с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город галилейский, называемый Назарет. Вот так начинается история Рождества. Я повторюсь. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город галилейский, называемый Назарет. Послан был с определенной целью. В 27 стихе говорится, этот ангел был отправлен к Деве, которая была обручена мужу именем Иосифу. Имя же Девы было Мария. И вот для чего был послан ангел. Он вошед к ней и сказал, радуйся, благодатная. Господь с тобой благословен на ты между женами. А в 30 стихе он продолжает. Ты обрела благодать у Бога. История Рождества, друзья, начинается с Марии, с человека, которую Бог называет благодатной. которая обрела благоволение в глазах Божьих. И потому, что она обрела благоволение в глазах Божьих, Бог наделил ее определенным служением. И ты зачнешь в очреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. История Рождества начинается с Марии. Соотношение между Марией и Богом, которая обрела благодать в глазах Божьих. И потому, что она обрела эту благодать, Бог доверил ей определенное служение. И потому, что она благодать в глазах Бога и потому, что она обрела благодать в глазах Божьих. Бог исполнил то, что Он обещал сделать для человечества многие-многие поколения назад. Помните грехопадение, когда было сказано, что этот змей будет тебя жалить в пяту, а ты поразишь его в голову. или семя, которое произойдет от Евы. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что был человек, который обрел благодать в глазах Божьих, и потому, что этот человек имел правильное отношение с Богом. Бог исполнил через него обещание, которое он имел для человечества. И Слово, которое было обещано человеку. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Стало плотью и обитало через нас. Через этого человека человечество получило спасение. Через этого человека мы с вами сегодня находимся на этом месте. Через Марию мы с вами познакомились с Иисусом Христом. Через Марию мы освободились от нашего греха. Через Марию мы освободились от зависимости. Наши семьи были восстановлены. Наши отношения с Богом были восстановлены. Через Марию Бог перевернул человечество через отношения человека и Бога. Вы знаете, какой урок я для себя беру из этого? Когда мы с вами имеем правильное отношение с Богом, Бог может, используя нас, перевернуть этот мир. И Мария для нас с вами очень хороший пример в этом. В первую очередь, что мы можем для себя за урок взять из этих событий. Бог нелицеприятен. Если бы мы с вами, если бы нам доверили выбирать, через кого будет рожден Божий Сын. Я уверен, что мы с вами другого человека подобрали. Но Бог избирает Марию. Библия не говорит, что она обладала какими-то чрезмерными способностями. Библия не говорит о ней что она была оборудована поискорблению. Что у нее влияние много было. Влияние много было. Уважение много было. Бог избрал ее, потому что он отталкивался от других критериев. И это очень важный урок для каждого из нас. Я хочу тебе сказать, что для тебя и у меня Бог имеет определенную задачу. И может быть, ты судишь о себе по каким-то своим собственным критериям. Может быть, ты оцениваешь себя в силу своей самооценки. Но Бог говорит, я смотрю на тебя по-другому. Меня не волнует ценности этого мира. Меня не волнует, что думают о тебе другие люди. Меня не волнует, какая степень уважения этого мира к тебе. Я ценю тебя, отталкиваясь от других критериев. Я по-другому смотрю на тебя. И если мы с вами поймем эту истину, Бог может многократно использовать нас для своих целей. Бог может использовать нас много раз для его целей. Евангелие от Луки. Здесь говорится о том, почему Мария была принята Богом, почему Бог избрал Мария. Я прошу прощения. Первая глава, 48 стих. Знаете, что ценит Бог? Не то, что ценим мы с вами. 48 стих. Что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все народы. Человек, который называет себя рабом Божьим, признает Его авторитет в своей жизни и проявляет послушание Его Слову. И мы видим с вами это на примере Марии. Когда то, что было Ей сказано, с точки зрения человеческой не имело смысла. Но так как у нее были отношения с Богом, Бог использовал ее, и она смогла это принять. Бог судит о нас, отталкиваясь от других критериев. И, возможно, среди нас сидят великие проповедники, великие молитвенники. И, может быть, мы таковыми не стали, потому что мы оцениваем себя по-человечески. И, может быть, мы не стали потому, что мы смотрим от себя от наших критерий. Бог видит тебя по-другому. И если ты будешь иметь отношения с Богом, которые имела Мария, Бог может поднять тебя и использовать. Второе, на что мы должны с вами обратить внимание, это то, что Бог сотворил Марию для определенной цели. Я знаю о том, что у Бога был план для спасения человечества еще прежде сотворения мира. О чем многократно было сказано в Священном Писании. И в посланиях апостола Павла в том числе. И когда речь идет в Священном Писании о том, что Бог хочет спасти человека, Мария занимает в этом одну из ключевых ролей. Но я хочу вам сказать, прежде чем я продолжу мысль, Мария не была сверхъестественным человеком, обычной девушкой. Бог избрал ее, потому что, как я уже сказал, потому что она отталкивается от других критериев. И то, что произошло с Марией для каждого из нас с вами является уроком. Каждый из нас с вами был сотворен Богом для определенной цели. Ошибка многих христиан и ошибка многих людей, которые живут на этом свете в том, что они не понимают своего предназначения, не стремятся узнать, для чего они живут и не пытаются двигаться в соответствии с волей Божьей. Я хочу тебе сказать, если ты не откроешь для себя эту истину, ты не можешь быть удовлетворенным в этой жизни. Ты не состоишься ни в глазах этого мира, ни в глазах Божьих. Потому что, творя тебя, Бог замыслил определенную цель. Когда была сотворена Мария, и прежде, чем она была сотворена, Бог уже имел предназначение для нее. Прежде, чем ты был сотворен, у Бога было предназначение для тебя. Он привел тебя в этот мир, потому что Он хочет, чтобы через тебя были благословлены люди. Он хочет, чтобы через тебя кто-то освобождался. Он хочет, чтобы через тебя исполнялись Его обетования. Он хочет, чтобы через тебя кто-то спасался. Вы должны сегодня получить с вами это откровение. Ты не рожден в этот мир случайно. Послание к Эфесянам, 2 глава, со 2 по 10, 2 глава, 10 стих. Библия говорит, благодатью, начнем с 8. Библия говорит, благодатью вы спасены. Через веру и сиение от вас Божий дар. И дальше в 10 стихе говорится, ибо вы Его творение созданы во Христе Иисусе. Для чего? Просто так праздно приходить в церковь, праздно проводить время, достигать каких-то своих собственных целей, на добрые дела говорит Бог, которые Он предназначил нам исполнять. Слово предназначил означает еще прежде, чем мы с вами появились, до того, как мы с вами родились. Он определил определенное дело, которое мы с вами должны исполнить. И восьмой и десятый стихи идут в связке друг с другом. Ты не исполнишь то предназначение, которое есть у тебя, если ты не будешь спасен благодатью через веру в Иисуса Христа. Бог сотворил меня и тебя для определенной цели. и спасение через Иисуса Христа помогает нам прийти к этой цели. Ты не случайно рожден. Вы знаете, слово творение, которое использовано в десятом стихе, в оригинале звучит как поэмия. Поэмия так и звучит. Это греческое слово. которое переводится как творение или поэма композиция, законченная композиция Божья, произведение искусства. Продукт его мастерства. Когда Бог описывает меня и тебя в этих стихах. Он говорит, что ты настолько драгоценен для меня. Я называю тебя поэмой, я называю тебя композицией, законченным произведением искусства. Ты мое мастерство. В другом месте Священного Писания Бог говорит, я горшечник, а ты глина. я усердно работаю над тем, чтобы ты был совершенным. Если я вижу недостатки, я отсекаю их. Если я вижу, что чего-то не хватает, я добавляю. Если я вижу, что оно не такое, какое должно быть, я разрушаю и делаю новое. ты Божье творение. И Бог является автором. И если Он сотворил тебя как законченное произведение искусства, Он сделал это для определенной цели. Вот сегодня главная мысль моей проповеди. чтобы ты состоялся в этой жизни. Чтобы ты был удовлетворен этой жизнью. Чтобы у тебя были правильные отношения с Богом. Ты должен получить для себя откровение, что ты сотворен Богом для определенной цели. Ты не просто так появился на свет. Не потому, что так кто-то захотел. Бог захотел. Бог сотворил тебя. И у Него есть предназначение для тебя. И твои отношения с Богом начинаются с этого откровения. Псалом 99. Я зачитаю. Здесь 3 стих. Здесь записано. Познайте, что Господь есть Бог. И что Он сотворил нас, и мы Его. Вы знаете, здесь заключены несколько важных истин, которые затрагивает псалмопевец, пытаясь донести до нас мысль, что наши отношения с Богом не состоятся, если мы не поймем эти истины. Познай, приди к откровению о том, что Бог является твоим Богом. не чьим-то Богом, не кто-то Ему служит, не для кого-то, не для них. Твой Бог. Познай, приди к этому откровению. Потому что без этого откровения нет движения вперед. Нет прогресса. Ты не достигнешь цели. Ты не состоишься. И Бог говорит, познай, что я являюсь твоим Богом со всеми вытекающими последствиями. И только тогда могут быть выстроены отношения Бога и творения. Когда они будут построены по образцу Марии и Бога. Когда мы с вами поймем, что Бог это Бог, наш Бог. Он имеет авторитет над нами. и Он определяет нашу судьбу. И наше отношение к Нему не больше, чем смирение, то есть послушание. Вот тогда Бог начнет обращать на тебя внимание, как это произошло с Марией. И второе, здесь очень важно. Когда ты познаешь, что Господь есть Бог, ты должен понять следующую истину. Бог сотворил тебя для определенной цели. Я хочу сделать акцент на слове «сотворил». Он сотворил тебя. Сотворил тебя. Не просто сделал так, чтобы ты существовал. Он задумал тебя. Определил тебе цвет глаз. Определил твои дары и способности. Определил твои данные. Определил тебе место в этом мире. Вот что значит Бог творил тебя. И если ты поймешь, что ты принадлежишь Ему. Здесь дальше говорится об этом. Познай, что мы Его. Вот тогда Он начнет использовать тебя и двигать тебя к твоему предназначению. В Псалме 138 Псалмопевец говорит «Ибо ты устроил внутренности Мои и соткал Меня в очреве Матери Моей». 13-17 «В твоей книге записаны все дни для Меня назначенные». Это 17-й. В твоей книге записаны все дни для Меня назначенные. Здесь еще раз подчеркивается мысль. И очень важная мысль. Ты сотворен для определенной цели, сотворен Богом. Не потому, что так захотели твои родители или кто-то еще, или это смешное освещение обстоятельств. И дальше здесь говорится о том, что Бог, сотворив тебя, определил предназначение для каждого дня, который будешь ты существовать на этой земле. И определил количество этих дней. То есть, Он настолько четко и точно подошел к творению твоему и моему, что Он, творя тебя, работал над каждой деталью. Он также распланировал дни твои и определил, сколько дней ты будешь жить здесь. И это еще раз возвращает нас к мысли о том, что мы живем здесь на земле не случайно. У нас с вами есть предназначение, друзья. У нас с вами есть предназначение. И это очень важно понимать сегодня. В Ефесянам 2 глава, 10 стих. Давайте вернемся туда. Здесь говорится, что мы с вами сотворены для определенной цели. Какая это цель? Это добрые дела. Знаете, многие христиане думают, что они сотворены для того, чтобы петь псалмы, для того, чтобы молиться, для того, чтобы проповедовать, в церковь ходить. А Бог говорит, ты мое творение, я сотворил тебя, я работал усердно над этим, ты закончен произведение искусства, я определил все твои дни, и предназначение, которое я имею для тебя, это добрые дела. Добрые дела. Евангелие от Яна, 17 глава, 4 стих. Иисус Христос на собственном примере отвечает нам, что за добрые дела. Какие это добрые дела? Знаете, когда у нас возникают вопросы о том, для чего мы живем, как прожить эту жизнь, как иметь отношение с Богом, как веру свою подтянуть, так скажем. Читайте об Иисусе Христе. Библия говорит, что Он был Богом и человеком одновременно. Если ты хочешь научиться христианской жизни, учись у Иисуса Христа. Читай о Нем, читай о том, как Он реагировал на определенные вещи, как Он Богу служил, как Он с людьми общался, как Он вел себя, когда трудности у Него были. И ты поймешь очень много о себе тоже. В 17 главе Евангелия от Иоанна описывается молитва Иисуса Христа. И в этой молитве, в 4 стихе, Бог отвечает на вопрос, для чего мы с вами появились на это цель. Первое. Прославить Бога. Знаете, как мы прославляем Бога? Можно ходить и каждый день говорить «Слава Богу» и других слов не употребляйся. В общем-то, в этом нет ничего плохого. Но я не думаю, что таким образом мы до конца сможем исполнить то, к чему призывает нас Бог. Если ты хочешь знать, как нужно прославлять Бога, открой Евангелие от Матфея, 5 главу, 16 стих. И там говорится, что Бог прославляется через то, какие мы дела с вами делаем. Давайте мы с вами откроем 5 главу Евангелия от Матфея и прочитаем все вместе. 5 глава, 16 стих. Здесь говорится следующее. «Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Смотрите, как интересно. Тут несколько интересных мыслей. Бог говорит нам о том, что Он сотворил нас для добрых дел. Иисус Христос говорит, что доброе дело, которое мы с вами должны сделать, это прославлять Бога. Когда мы с вами исполняем добрые дела, предназначенные нам, когда прославляется Отец наш Небесный, и распространяется свет вокруг нас. мы прославляем Бога через добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И второе, Иисус Христос говорит в 17 главе Евангелия от Яна, 4 стих. Каждый из нас имеет дело, порученное для нас лично Богом. У Бога для тебя и меня есть предназначение. То, что Бог поручил тебе и мне исполнить. И если мы с вами вернемся к Марии, мы с вами сможем увидеть это на ее примере. Она родилась в этот мир не случайно. За много поколений до ее рождения Бог, задумав ее, уже предназначил ей дело, которое она должна была исполнить. И потому, что она была верна Божьему призыву, она была верна Божьему Слову, этот мир получил спасение. В этот мир пришел Иисус Христос. Этот мир получил освобождение от греха. И Божье обетование исполнилось. У тебя тоже есть дело, которое Бог поручил тебе исполнить. Знаете, дьявол говорит людям о том, что это все неправда. Помните, в третьей главе подлинно ли сказал Бог? Правда ли, что Бог сказал, что нельзя кушать эти плоды? Правда ли, что Бог что-то вообще сказал? Стоит ли доверять Божьему Слову? Да нет, это все неправда. Но если ты сделаешь то или другое, тогда ты станешь сам как Бог. И мы живем по этому принципу сегодня. И мир сегодняшний живет по этому принципу. Сегодняшний мир эгоцентричен. Каждый человек живет по принципу «Весь мир вращается вокруг меня». Я иногда люблю на этой мысли. Все мне что-то должны, все мне чем-то обязаны, а если они не дали, они плохие. Все для меня. Меня не должны обижать, меня должны почитать, все для меня. А тот, кто не дает мне, тот плохой. это психология современного мира. Бог говорит, мир построен на других принципах. Мир богоцентричен. И я хочу, чтобы мы с вами это поняли сегодня. Мир не вращается вокруг тебя и твоих желаний. Вокруг твоих интересов тоже не вращается. И вокруг твоих целей не вращается. Мир создан, основан Богом. И мир богоцентричен. И для того, чтобы ты имел в этом мире свое предназначение и чтобы ты мог состояться, эту мысль нужно понять. И когда ты поймешь, что ты живешь для Бога, а не Бог для тебя, когда ты поймешь, что ты должен отдавать, а не Бог должен тебе, вот тогда ты начнешь двигаться в своем предназначении. Это то, чему нас учит Библия сегодня. Как мы можем с вами узнать, какое дело поручил нам Господь, какое призвание у нас? Давайте мы вернемся снова к Марии. Она имела встречу с Богом. Она имела личную встречу с Богом. Мы можем взять за основу для себя пример Моисея и Павла. Они тоже хотели служить Богу. Они тоже понимали, что у них есть определенное предназначение. Они делали это по-своему. Моисей даже египтянина убил. Он пытался служить Богу, но он делал это так, как он считал нужным. Так как он понимал, он выстраивал свое направление лично. Апостол Павел тоже выбирал свою дорогу, но произошел момент в их жизни, когда они пережили встречу с Богом. Когда Бог проговорил к ним в сердце, и тогда все поменялось, и Моисей смог повезти за собой народ, и море раздвинулось, и чудеса происходили, и народ дошел до той цели, которую Бог предназначил. Апостол Павел был величайшим евангелистом в истории, и он смог провозгласить евангельскую истинную миру, потому что пережил встречу с Богом. И после того, как он пережил встречу с Богом, он понял, что двигаться нужно в направлении, не которое он выбирает, что истиной для него должно быть не то, что он считает истиной, что приоритетом для него должно быть не то, что он считает приоритетом. И когда эти люди поменяли в своей голове свой взгляд на окружающие вещи, Бог начал использовать их, и они имели в этом успех. И через служение этих людей мы видим, что мир перевернулся, потому что они поняли важную истину. Для того, чтобы служить Богу, нужно пережить личную встречу и начать двигаться в направлении, которое он укажет тебе. Это номер один. Номер два. Ты должен молиться об этом. Ты должен хотеть этого. Знаете, так легко по течению течь, отдаться волнам и просто за всеми в толпе двигаться. Но Бог говорит, я побеждающему дам только сесть возле меня. Тому, кто будет работать, преодолевать трудности и достигать целей, которые я определил для них. Твоя победа заключается в том, что ты достигнешь цели, которую Бог определил тебе. И когда ты достигнешь эту цель, вот тогда Бог посадит тебя возле себя. и напишет новое имя на тебе. Молись об этом. Желай этого, жажди этого. Евангелие от Матфея. Иисус Христос говорит, нам молиться нужно так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, и да будет что? Воля Твоя. Да будет воля Твоя. Твоя молитва должна начинаться с того, что ты будешь искать волю Божию для своей жизни. Отдавая приоритет Богу, признавая Его власть в твоей жизни, искать волю Его в твоей жизни. Ищущему находит, говорит Библия. Ищущий находит, стучащему отворяют, кто просит, получает. Но если ты не стремишься к этому, можно так продолжать влечь жалкое существование. Но Бог имеет для тебя другое будущее. И через тебя Он может перевернуть этот мир. И через тебя Он может исполнять Свои обетования. И для этого ты должен искать это. Ты должен стремиться к этому. И начинать свою молитву с того, что ты ищешь волю Божию. Ты должен быть готов к этому. Это номер три. Давайте откроем с вами послание к римлянам. Послание к римлянам, 12 глава. В 12 главе послания к римлянам есть очень важные мысли. Но прежде чем я расскажу о них, дайте я небольшой обзор дам послания к римлянам. Первые 11 глав послания к римлянам говорят нам о Божьей благодати, как работает Божья благодать. Говорится о людях, которые получают Божью благодать и которые не получают. о Иудеях говорится обо всех. И вот когда мы с вами понимаем, как работает Божья благодать, апостол Павел в 12 главе переходит к новой мысли. Он говорит, если ты понял, как работает Божья благодать, которая подразумевает твое спасение, то ты должен понять, что Божья благодать определена тебе для определенной цели. 12 глава послания к римлянам это для тех, кто уже понял, что Он спасен по благодати и через веру. Итак, умоляю вас милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую. это очень важная мысль. Ты не состоишься как христианин. Я не состоюсь как христианин, если приму от Бога спасение и не буду двигаться дальше. когда ты поймешь, что ты спасен, следующий шаг ты должен понять, что ты спасен для определенной цели. И только тогда сможешь прийти к этой цели. Когда примешь решение отдать себя, что значит жертва отдать себя, отречься от себя, позволить кому-то другому теперь решать за тебя. Позволить кому-то другому определять твою судьбу. Вот через это мы с вами приходим к нашему предназначению. И здесь об этом говорится. Давайте я еще раз прочитаю. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего. Ты сотворен, ты спасен для служения. И оттого будешь ли ты служить Богу и состоишься ли ты в глазах Божьих? есть определенные условия. Зависит, готов ли ты отдать себя Богу или нет. И, к сожалению, многие из нас останавливаются. Он действительно искренне отдал себя Богу. И пригласил Иисуса Христа в свое сердце как личного Господа и Спасителя и пережил в своем сердце что-то и прощение грехов получил и на этом остановился. А Бог говорит, этого недостаточно. Теперь ты должен начать двигаться дальше. Для чего? Для разумного служения твоего. Для того, чтобы ты мог прийти к своему предназначению. Для того, чтобы ты мог прийти к цели, которую я определил тебе. Для того, чтобы ты занял то место в этом мире, которое я для тебя определил. И чтобы мы с вами могли прийти к этой цели апостол Павел говорит, мы должны подготовить себя к этому. Если ты не готов к этому, ты никогда не получишь откровения. И поэтому во втором стихе он говорит, каким образом нам готовиться? Не сообразуйся с веком Сим, но преобразуйся обновлением ума твоего. Не живи по стандартам этого мира, откажись от ценностей этого мира. Пусть тебя не привлекает этот мир. Не подражай этому миру. Не смешивай этот мир и твою веру. Отторгни от себя этот мир. Стой на Слове Божьем, и оно начнет преобразовывать, изменять твой ум. и когда это будет происходить в твоей жизни. Когда ты будешь жить в Слове Божьем. Когда ты будешь изучать Слово Божьем. Когда ты будешь стремиться к откровениям Божьим. Когда авторитет Божий для тебя будет выше авторитета и ценности этого мира. вот тогда апостол Павел говорит ты сможешь познавать какая у Бога есть воля для тебя. Вот только после этого мы с вами сможем начать получать это откровение. Вот тогда Бог проговорит к тебе. Так же как Бог проговорил к Марии, к Моисею, Павлу он пришел и проговорил к ним. Но если мы отталкиваемся от 12 главы послания к римлянам я понимаю что он пришел к ним после определенного состояния с их стороны. Если ты будешь подготовлен Библия говорит что ты сможешь проявить веру и довериться ему. даже если то к чему он призывает тебя не будет иметь смысла. Давайте вернемся к Марии. Я хочу Мария или я хочу тебе сказать что ты зачнешь в очреве и родишь сына. Естественно у Марии возникает этот вопрос. Как же ты хочешь чтобы я исполнила свое предназначение когда у меня нет мужа? это не имеет смысла в моих глазах? Бог говорит я все устрою потому что у нее правильное отношение с Богом. Она принимает это верой и она по вере своей двигается в этом направлении и она приходит к успеху и Божье обетование исполняется в этом мире. В моей и в твоей жизни точно так же работает. если мы с вами будем готовы Бог проговорит и ты примешь. Иногда оно не имеет смысла. Я помню Давид Вилкерсон делился откровением когда ему было сказано из Теннессии поехать в Нью-Йорк и обращать людей в христианство. Но он доверился и он смог перевернуть Нью-Йорк. И на тот момент он создал движение там. И многие люди были спасены. И церковь была образована. И были разрушаемы дела дьявола. И конечно же когда Бог призывает тебя к чему-то это последняя мысль. Будь готов к тому что ты столкнешься с трудностями. Потому что без действия не бывает противодействия. И Библия говорит горе вам если о вас все говорят хорошо. Если в твоей жизни все двигается плавно значит где-то что-то ты не так делаешь. Потому что когда ты двигаешься по воле Божьей ты будешь сталкиваться с противодействием. Есть незаинтересованное лицо которое не хочет чтобы Божье предназначение в твоей жизни не исполнивать. Но если ты с верой пройдешь через эти трудности ты знаешь что подобно Марии ты повлияешь на этот мир. Через тебя исполнится Божье обетование через тебя будут спасаться люди твои отношения с Богом будут становиться глубже и глубже и ты будешь больше и больше преображаться в образ Иисуса Христа. И заканчивая просто хочу сказать подытожить слово ты не случайно здесь в этом мире чтобы не говорил тебе дьявол помни бы Бог ценит тебя по другим критериям у Него есть для тебя призвание твоя задача найти это призвание свое призвание ты можешь найти через личную встречу с Богом имей общение с Ним будучи подготовленным к этому получив слово от Бога и доверившись Ему помни об этом и пусть сегодняшнее слово для тебя останется хотя бы в этом коротком предложении Бог предназначил тебя для определенной цели и если ты позволишь Ему Он обязательно исполнит твое предназначение давайте мы поднимемся на нашу ногу давайте мы сейчас обратимся к Богу я хочу чтобы мы разговаривая с Богом поговорили с Ним о том предназначении которое Он имеет если среди нас есть христиане верующие христиане которые никогда не переживали личную встречу с Богом которые никогда не имели близких отношений с Богом которые не знают предназначение свое и к чему им стремиться вот сейчас на этом месте в присутствии Божьем ты можешь обратиться к Нему и задать свои вопросы ты можешь открыть свое сердце и начать изливать его и Бог говорит воззови ко мне я хочу чтобы ты возвал ко мне и я тебе покажу великое недоступное я покажу тебе что у меня есть намерение для тебя во благо твое открывай свое сердце говори с Богом сейчас это самое время я хочу чтобы тот человек который никогда не примирялся с Богом который никогда не получил прощение своих грехов потому что не принял Иисуса Христа веры в свою жизнь знал что сегодня Иисус Христос зовет тебя к себе и он говорит твое предназначение быть со мной твое предназначение творить добрые дела твое предназначение быть свободным от греха я приглашаю тебя сегодня в свою семью оставь свой грех открой свое сердце для меня пригласи меня в свою жизнь как личного Господа и Спасителя я начну менять твою жизнь сейчас здесь на этом месте мы находимся не случайно у Бога есть цель и задача и Духом Святым Он пытается достичь этого открой свое сердце для Него открой свое сердце для Него и ты увидишь как начнет меняться твоя жизнь давайте мы начнем молиться давайте мы поговорим с Богом отец я благодарю тебя я благодарю тебя за то что я в этом храме я благодарю тебя за то что я в твоем присутствии я благодарю тебя отец я благодарю тебя за эту привилегию стоять в присутствии твоем халлилуйя слава тебе отец я благодарю тебя за эту привилегию стоять в присутствии твоем халлилуйя отец я знаю Господь что ты здесь я верю в это убежден в том что ты здесь халлилуйя отец я знаю что мы собраны здесь во имя твоем находимся в присутствии твоем халлилуйя отец я прошу тебя, Отец, Бог, который изменяется, Тебе творит все новое. Аллелуя! Я прошу Тебя, начни менять мою жизнь, Отец. Я знаю, что Ты здесь не случайно. Я знаю, что Ты пришел сюда для того, чтобы менять мою жизнь. Я знаю, что Ты пришел сюда для того, чтобы менять меня, преображать меня в образ Иисуса Христа, открывать мне истины Своей, освобождать меня. И я прошу Тебя, Отец, говори в мое сердце сегодня. Работай надо мной, Отец Я открываюсь для Тебя Я открываю свое сердце для Тебя, Отец Я ищу свое откровение, Отец Я ищу слово от Тебя Я хочу знать предназначение, которое у Тебя есть для меня, Отец Открой мне это слово, Отец Дай мне это откровение, Отец Я устал течь по течению, Отец Я хочу двигаться в соответствии с Твоим предназначением, Отец Я прошу Тебя, говори в мое сердце, Отец Говори в мое сердце, я готов принять от тебя во имя Иисуса Христа. Меняй мою жизнь, Отец. Извиняй меня, Отец. Все, что препятствует этому, все, что мешает этому, отсекай, Отец. Ты мой Творец. Я принадлежу Тебе. Ты мой Бог. Работай надо мной. Все, что мешает, Господь, твоему предназначению прийти в мою жизнь, пусть уходит, Отец. Отсекай, удаляй из моей жизни. Аллилуйя, Отец. Мы доверяемся Тебе, Отец. Мы доверяемся Тебе сегодня. Мы хотим уйти отсюда другими, Отец. Мы ищем Твоего откровения. Во имя Иисуса мы молимся, Отец. Я молюсь, Господь, за тех людей, которые не пережили свою встречу с Тобой, будучи христианом. Я знаю, что христианство — это личное общение с Тобой. Это личная встреча с Тобой. Христианство — это знать Тебя лично, Отец. Но я прошу Тебя сейчас, в этот момент, когда Ты стучишь в эти сердца, когда Ты желаешь вечерить в этих сердцах, я прошу Тебя, Отец, позволь этим сердцам открыться для Тебя и пойти в их жизнь, Отец. Во имя Иисуса, Отец, недостаточно знать о Тебе. Отец, нужно иметь общение с Тобой, иметь отношение с Тобой. Пусть сегодня это произойдет в Той жизни, которая еще не познакомилась с Тобой так близко, Отец. Во имя Иисуса, Отец, я молюсь. Халилуя, Отец. Халилуя, слава Тебе, Отец. И мы знаем, что Ты здесь, Отец, сейчас. Мы знаем, что Ты здесь, Отец, сейчас. Мы знаем, что Ты касаешься наших сердец сейчас. Мы знаем, Отец, что Ты меняешь нас сейчас. И меняешь нас, Отец, сейчас. Мы знаем, Господь, что Ты освобождаешь кого-то сейчас. Мы знаем, что в чье-то сердце Ты говоришь сейчас. Мы знаем, что Твои откровения к кому-то стучатся. Мы знаем, Отец, об этом. Мы знаем, что ты сейчас что-то творишь новое во имя Иисуса. Чьи-то жизни. Мы знаем, что из чьей-то жизни ты что-то удаляешь сейчас, Отец. Отец работает над нами. Мы для этого в церкви. Мы для этого в присутствии Твоем. Делай это, Отец. Во имя Иисуса, зажигай нас огонь. Зажигай нас в жажду По Тебе, Отец. Зажигай нас в жажду служить Тебе. Во имя Иисуса. Я молюсь о тех людях, которые не примирены с Тобой, Отец. Я молюсь о неспасенных. Я молюсь о тех, которые еще не знают Тебя. Я знаю, что Ты привел их сюда. Я знаю, что Дух Святой распорядился так, чтобы они были здесь. Я знаю, что Дух Святой говорит в эти сердца сейчас. Я знаю, Отец, об этом. Я прошу Тебя, пусть эти сердца откроются для Тебя, Отец. Я прошу Тебя, пусть они откроются для Тебя. Сегодня на этом месте прощается грех. Сегодня на этом месте разрушается проклятие. Сегодня на этом месте разрушаются проклятие. Сегодня на этом месте разрушаются дела дьявола в чьей-то жизни. Сегодня на этом месте приходит освобождение. Ведь чья-то жизнь может быть освобождена. Чье-то сердце может быть исцелено. Господь, говори к этим людям сегодня. проникая в их жизнь, Отец, во имя Иисуса. Это те, ради кого Ты был рожден в этот мир. И мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты так любишь нас, что Отдал Своего Сына на смерть, чтобы Ним не погибли, но имели вечную жизнь. Мы любим Тебя, Отец. И сегодня в эти предрождественские праздники мы отдаем Тебе всю славу, всю благодарность за Иисуса Христа и за то, что Он родился в этот мир, за то, что Он родился в нашем сердце и изменил наше сердце, и изменил нашу жизнь. Мы обещаем Тебе, Иисус, служить верно и твердо, искать Своё предназначение и исполнять Его в нашей жизни во славу Твою. И мы верим, что через нас будут исполняться Твои обетования, будут спасаться люди, будет расширяться Твое Царство. И пусть во всем этом будет Тебе слава. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Будьте благословенны, братья и сестры. И еще раз вас всех с праздником Рождества. И еще раз, Merry Christmas. Parris. Рождества. Продолжение следует...